Всем привет друзья! Сначала скажу, что для других языков включите субтитры. Я буду переводить на разные языки. Сегодня я буду показать активацию оффлайн программирования SD Flash на программу X-Centry 2022.06. Вот 2022.06. Также очень многие спрашивали про Windows 11. Так скажу, что вот посмотрите, мы также установили все программы X-Centry, DAS, WIS. Вот все программы установили на Windows 11. Нет проблем, все работает. Я уже вам показал установку и активацию SD Flash на 2021 и это уже, как сказал, на 2022 я вам показываю и этот же метод подходит и если у вас, не знаю, 2023 можете и там также сделать. Так друзья, значит я добавил также в папку 2016.07 и сейчас что делаем? Сейчас подключаем диски. Допустим подключаем 2016.12 подключить, 2016.07 подключить и 2018.07 подключить. Вот когда мы заходим в My Computer у нас уже есть подключенные диски 16.12, 16.07 и 18.07. Если какой-то из дисков вам не нужно, вы можете легко извлечь. Допустим нам не нужно 16.07, правый клик извлечь и у нас остался два диска. Так друзья, значит я весь процесс не буду показать, потому что я несколько видео уже подробно показал, как это делать. Ссылку оставлю в описании. Еще такой важный момент, подписчик мне написал, что при обновлении блока, короче, была неудачная попытка обновления и в общем блок завис, не работал, то есть прошивка вылетела. Я специально для вас буду создать такую ситуацию, что именно прошивка вылетает, то есть зависает и все подробно покажу, если вы как-то допустим убьете ваш блок при обновлении. Я вам подробно покажу откуда посмотреть версию прошивки, как найти в интернете cfff файл, прошивку и как обновить ваш блок, залить оригинальную прошивку через ведямо и вернуть ее к жизни. Все это для вас я попробую сделать, сделаю такую ситуацию, покажу вам, чтобы вы вернули вашу оригинальную прошивку и не дали большие деньги сервисам, чтобы они восстановили вашу прошивку. Все это я вам потом покажу, друзья. Всем спасибо и удачи на дорогах!